Приветствую вас. Я полагаю, что проблема основная заключается в том, что вы не можете своей маме сказать нет. Я думаю, что проблема заключается основная в том, что мама, вероятно, как-то вот над вами давлеет, да? И, соответственно, вам это мешает. То есть мама не уважает ваши личные границы. По факту. А вы не можете сказать ей нет. Ну, своей маме. Вы не можете сказать ей нет. Соответственно, из-за вот этих вот доцетных, что уж говорить, недоразумений доцетных моментов, вам сейчас приходится сталкиваться. с довольно негативными моментами, связанными с тем, что мама не уважает, получается, ваши личные границы, не уважает ваши права самостоятельно. Ну, самостоятельно. Он может заботиться и следить за чистотой своей квартиры. Вот. И, соответственно, любой авторитаризм, да, любая авторитарная история, вот, ну, предполагает в той или иной степени подавление воли другого человека. Вот. Соответственно, в данном случае можно говорить именно о том, что ваша воля подавляется. То есть, вы привыкли сами её, вот, что, ладно, вы привыкли сами её подавлять свою волю. Ну, то есть, это достаточно такая, ну, достаточно логичная история. Ну, вот, потому что всё закономерно, по большому счёту, всё, ну, одно вытекает из другого, в общем-то, вот, к сочелению. Поэтому, вопрос здесь, конечно, не по, вопрос здесь, конечно, Нептун. Как сказать что-либо вашей маме. Вот. И вопрос здесь не в том, чтобы объяснить о-о-о, причину, по которых ваша мама ведёт себя подобным образом. О-о-о, вопрос здесь в том, чтобы вам научиться отстаивать свои границы, научиться отстаивать о-о-о-о, свою позицию в альтернаторе учиться говорить нет с вашей мамой. Даже если она этого не признаёт, она этого не признаёт, потому что ей это не выгодно. Вот соответственно то, что я могу вам сказать. Умение говорить нет, очень важно в данном ключе, в данном аспекте. И соответственно, когда вы научитесь это делать, то проблема решится сама собой. Не соответственно, конечно, постепенно решится эта проблема, она обязательно решит. Потому что сейчас вот когда вы пытаетесь понять свою маму, да, например, пытаетесь понять, что, например, ей движет, ну, вы скорее всего в данном контексте обращены на провал. Потому что у вашей мамы есть своя, как бы, позиция, у вашей мамы есть своя точка зрения, но, как бы, соответственно, пытается эту точку, точку, точку зрения подкликать, хорошо это или плохо, ну, вообще неважно, да, от слова совсем, это всё вообще не имеет никакого значения. Поэтому больше ориентироваться вам нужно, на мой взгляд, на себя, на именно свои приоритеты. И когда, если вы это сделаете, то с удивлением обнаружите, как легче вам станет действовать. Вот. Ну, правда, тут есть вот один только, наверное, момент, да, один момент. Это момент, да, такой момент того, что нужно научиться это делать. То есть это вот, к сожалению, не такая история, что взяли и сразу научились. То есть вот именно, что нужно, нужно время. Вот. К сожалению. Время и желание. Конечно, конечно, эти два аспекта, они, как бы, ну, один для другого. Это невозможно. Вот. Давайте ещё уточним такой аспект, вот. Вот. Вы говорите, значит, как сказать маме, вот. Значит, а что вам мешает мне сказать? То есть в чём препятствие? В чём вы ощущаете препятствие? Вот. Чтобы сказать маме, да, вот, то, что... Ну, сказать маме, что вы можете сам, вот. А уверены ли вы в том, например, что она вас способна понять? Уверены ли вы в том, например, что она способна, допустим, принять вашу позицию? Что будет, если она откажется? То есть что будет, если она, если она, ну, не захочет, если она не захочет, допустим, признавать ваше право на уборку, там, вашу же квартиру, допустим. То есть как-то вот, ну, что будет в этом случае? Вот. Это важный момент. Но это нужно, это нужно продумать, на мой взгляд. Потому что от этого зависит, собственно, что вы будете делать. от этого зависит ваша модель поведения, в том числе с мамой. Вот. Так что, мне кажется, надо бы этот момент изучить. Вот. Ну, как нужно изучить момент, связанный с тем, для чего вам пытаться её понять. То есть вот, цель у этого, какая понять маму. Вот. Это тоже такой очень важный момент, на который вам нужно найти ответ. Вот. Потому что это определяет вашу же модель поведения. В дальнейшем. Вот. Такой мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Этим, надеюсь, балл некоторой пищи для размышлений. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.